Слушайте, ну я просто не могу эту информацию держать в себе или за кадром. Не держу, рассказываю, делюсь со всем трехмиллионным Красноярским краем. Вот такой информацией в Красноярский край. Впервые с гастролями приехали известные и любимые всеми в Сибири, подчеркну отдельно, любимые в Сибири артисты, братья Пономаренко. Я предлагаю их крупным планом сейчас показывать. Это и делает наш режиссер. Доброго утра, мы им желаем. Доброе утро, Валерия. Доброе утро. Обязательно расскажем всем жителям Красноярского края, когда и где, в каком населенном пункте вас ждать. Здравствуйте. Ну, запомнить все населенные пункты, конечно, тяжело, потому что они для нас новые. И это хорошо, мы очень любим выступать в таких местах, которые мы еще не изведали, белые пятна для нас. Да, хотя сами эти места для нас очень знакомы. Ибо мы срочную службу проходили в Красноярске. В секретных частях. Секретных частях. Секретных, да, скажем так. Мы называли это, когда девушки спрашивали, почему ВВМ, говорят, это велосипедные войска ездили. Девушки верили, да. Вот, края нам знакомы. И давно была мечта приехать сюда с гастролями. Но как-то вот не складывалось. И вот в этот раз сложилось, слава богу, мы приехали. Очень радостно нам, что мы вот наконец-таки свою мечту исполнили. Скажите, насколько продолжительные будут эти гастроли? Довольно-таки по нынешним временам продолжительные. Практически 12 дней у нас. Это серьезно, давайте, да. У меня здесь есть график. Райт тоже большой. Наши зрители знали, когда я здесь встречаюсь. Вчера в Балахте были. Да, или огласите весь список, пожалуйста. Оглашаю. Ну, насколько это будет хорошо восприниматься. Ну, покажу и расскажу. Значит, сегодня Нижняя пойма в 4 часа дня. Завтра Нижний Ингаш в Каннске 22 числа. 23-го выходной по расписанию. Не забывайте отдохнуть, ознакомиться с красотами Красноярского края. Надеюсь, что на это у вас время останется. Шарыпово, Ачинск, Ужур, Назарова, Большая Мурта. Я думаю, что все жители крупных населенных пунктов. Ну, все жители могут следить за какими-то анонсами, смотреть, появятся обязательно рекламные афиши. И обязательно сходите на концерт, брать их, что на море. Да, дорогие жители Нижней поймы. После эфира сразу к вам выезжаем. Вот поэтому у вас еще есть время подзобраться. Всем дружу, всех ждем. Накраситься, примарафититься, да, нарядиться и пойти на концерт. Скажите, вообще, у вас пополнились номера какими-то новыми персонажами? Подсматриваете что-то вот в тех городах? Конечно, конечно. Жизнь диктует, и появляются новые персонажи. К сожалению, вот на нынешней эстраде уже мало личности, да, а спарагировать можно только личность. Но появился, например, такой персонаж мировой, как Трамп. Да. То есть обязательно нужно... Вот еще недавно делали пародию на Буша. Вот, совсем не помню. И уже времена... Ну, Буша, я даже физиономически его помню. А Обаму пропустили? Нет. Обаму, он по цвету немножко не тот. Была у нас пародия телевизионная на Обаму, там был довольно такой продолжительный грим. А сейчас Трамп, но надо изыскивать внутренние резервы. Вот, кстати, заговорили про телевидение. Расскажите нам, пожалуйста, вы же работали еще и телеведущими, вы ввели утреннюю программу. И сейчас работаем, как раз, мы ваши коллеги, да. Да, расскажите, насколько вот вам интересно вставать рано, и насколько рано вы просыпаетесь, и что для вас вообще означает вот хорошее утро, хорошее начало дня. Здесь мы в выигрышном положении, потому что мы записываем, мы не в прямом эфире, мы записываем несколько программ вперед. Ну, конечно, пытаясь при этом создавать утреннее настроение. Это сейчас как открыли некоторые технические моменты нашим телезрителям, незнакомым с кухней, что прямой эфир, да, там, где-то бывает не всегда прямой. Вот скажите тогда, с кем вам легче общаться с камерой, когда идет запись, или со зрителями в зрительном зале, когда есть отдача? Однозначно со зрителями. Ну, конечно, со зрителями. Здесь отдача, обратная связь и так далее. Если приходится представлять, когда ты перед камерой, что зрители перед тобой, то здесь представлять чего не надо. Вот они живые, и общаешься с ними непосредственно в реальном времени, вот, конечно. А друг с другом как общаетесь? Ну, говорят, что это не для эфира, это мы вообще поднимать не будем в эфире нашей программы. Давайте лучше к тому перейдем, что вот есть у вас песня, я поеду в Тайгу, правильно, я процесировал? Ну, у нас тут Тайга недалеко, но вот много клещей, да, в этом сезоне вы не боитесь гулять? Ну, клещи такая малоромантическая вещь, а песня все-таки романтическая, она из нашей сказки «Волшебная лодочка детская». Вот, кстати, вот, пользуясь случаем, можно новую сказку подарить вашей редакции, она называется «Два гурея», она о тех самых двоих из ларца одинаковых с лица, мы их просто в современную Москву, значит, силой волшебной мысли. Спасибо. Сити там на фоне, да. Да, бабушка нас в детстве называла «Два гурея, один одного дурея», мы это запомнили и вот решили сделать сказку об этих персонажах. Вот, и там тоже есть песни. Ну, Саша сочинил песни, которые там есть, а я озвучил, ну, почти всех персонажей. Например, с разделения обязаны. Есть там роли бомжей, два бомжа. Так. Вот, я их отдал голосам Петросяна и Шифрина. Почему? Ну, вот, это какие-то интриги, как-то, скопки. Дружес такой. Не надо искать подоплеку, просто будем знать, воспринимать это как факт. Да, удобно просто так было их озвучить, хотя Петросян может и обидится, конечно. Фима-то точно не обидится, он говорит, делай что хочешь. Я найду возможность ребятам стыдить. А еще кого-нибудь можете из популярных персонажей озвучить? С утра? Сейчас. Ой, с утра тяжеловато, конечно, но я не знаю, кого. Братья, ну поговори с Задорновым. Ну, я, конечно, поговорю, но это бы такой утренний немножечко Задорнов, вы же понимаете, что... Не выспавшийся. Нет, мне обязательно нужно листочек бумажки, мне нужно встать, мне нужно проявить свою осанку. А я в Красноярске всегда желанный гость, во Владивосток меня уже не пускают, вы знаете почему. Потому что я назвал нехорошим словом женщин, но я же это имел, я другое совершенно имел в виду. А в Красноярске меня всегда ждут, вы знаете, это очень удивительный город, я вам скажу. Да, вообще, чтобы увидеть весь спектр наших пародий и новых тоже, это надо, конечно, побывать на концерте, ибо там у нас все приспособлено, да, там реквизит необходимый, там, ну, как у Якубович без усов. Скажите, сколько вообще часов наслаждения вы подарите своим зрителям в этом туре? Сколько длится концерт? Около двух часов. Плюс-плюс-минус. С сантрактом или без? Ну, это где-то как попросят. Бывает, я так думаю, что нужно еще и скорую ставить где-то там, потому что люди могут от смеха еще два часа и от смеха еще не призаболевал, и никто не умирал. Только продлевает жизни, согласно расхожему выражению, но, в общем, довольно верным. А как со зрителями общаетесь, как проходит? Может быть, можно вам вопросы задавать в рамках концерта? Можно все, но зрители сами провоцируют. Значит, не в Красноярском крае, вот недавно на концерте, очень непосредственная женщина, очень непосредственная. У него, например, зазвонил мобильник, не обращая внимания, что в это время идет сценка, ну, то есть такая комедия положения, тут важен каждое слово. Да, да, Света, не, я не могу сегодня, я завтра приду. Да я на концерт, не таясь вообще, не пригибайся. Я на концерте, да братья Пономаренко тут. Да ничего, нормально. А поскольку я в это время играл такого начальника, у которого на приеме, значит, посетитель, я говорю, секретарша, говорю, давайте подождем, пока она подождется. Ну, видимо, из той категории, которые купили билеты, понимают, что за свой билет, за свои деньги я по полной программе оторвусь на концерте. Я прям уверена, отвечаю за наши телезрители, за из Красноярской краи, сибирские зрители вам понравятся. Они очень вежливые, культурные, отзывчивые люди, свой заряд вот этой обратной энергии зрительской вы прям получите, гарантирую. Очень добрые. Вот у нас был вчера концерт в Балахте. В Балахте был концерт. В Балахте, я просто ударение, боюсь неправильно. Балахта. Вы знаете, вот не то, чтобы... Вы даже мало сказали о людях, о сибиряках. Нас так встретили, концерт так здорово прошел. Вообще такие люди замечательные. Самое главное, как проводили. Я могу три часа нашему телевизору петь о том, какие прекрасные сибиряки, да, и они нас смотрят сейчас, и Балахта, и все ваши будущие зрители, посетители ваших концертов. Обязательно, что хочу упомянуть. Во-первых, мы с вами не прощаемся сейчас, хотя время нашей беседы подходит к концу. Мы увидим номер из новой программы во вторник в 7.40. Уважаемые телезрители, запишите себе где-нибудь, поставьте пометочку или будильничек на мобильном телефоне, если хотите спросить у наших гостей что-нибудь конкретное, личное, ну, насколько это возможно в нашем случае. Пишите нам, вы знаете, где в группе контакта, в короткий номер 920. Мы сделаем это во вторник, все вопросы передадим, все ответы получим, и еще будем очень ждать какой-нибудь номер новенький в нашей студии. Вот такой список будет бесконечным вопросом для вас. Готовьтесь, и вы, уважаемые телезрители, и мы уже готовимся, и наших гостей просим тоже подготовиться на это, потому что у них все готово. Спасибо вам большое за интересную беседу. В 7.40 во вторник. Всем хорошего дня, спасибо большое. И вам большое спасибо. Ну, а мы напомним, хотя напоминать-то уже и не надо, что у нас в гостях были известные артисты Валерий и Александр Пономаренко. Спасибо, что сегодня к нам пришли. Спасибо вам за приглашение. Спасибо.